Для меня настоящая красота – это когда девушка, женщина может позволить себе не носить макияж каждый день. Именно тогда это и есть натуральная красота. Но, к сожалению, отсутствие макияжа каждый день не всегда является выставлением своей настоящей натуральной красоты на показ, потому что зачастую кожа не выглядит так, как она в первозданном виде должна выглядеть. Экология, стрессы, макияж, питание, вода из канализационных труб очень сильно влияют на качество нашей кожи. Некоторым людям очень повезло именно с генетической точки зрения, с кожей оно у них просто хорошее, но таких людей единицы. И я в число этих людей не вхожу. В данный момент я поставила перед собой цель. Я хочу получить максимально здоровую, красивую кожу для себя, чтобы не нагружать ее даже самым легким тональным кремом каждый день. Делать это только в исключительных случаях. И сегодня я бы хотела рассказать вам о том, как я это делаю, какими продуктами вооружилась и что мне помогает, как мне кажется, в этом. Мега важная вещь – очищение. Если вы используете макияж, если вы используете декоративную косметику, очищение – это очень важный шаг. И очищение не должно заключаться лишь в том, что вы умылись умывание и все. Это обязательно должно быть несколько средств или какие-то два, например, очень сильных средств, которые реально очищают вашу кожу. И не так, что она скрипит, как от хозяйственного мыла, а так, что вы чувствуете, что кожа дышит. Это разные ощущения. В тот день, когда я использую декоративную косметику, я умываюсь так. Первое, что я беру – это обычное мыло туалетное. У меня это корейское мыло. Я не помню, как оно называется, но я его купила в магазине «Подружка». В Москве такие магазины есть в каждом спальном районе. Обычное мыло. Я не думаю, что оно чем-то отличается от обычного туалетного мыла. Даже по цене оно не сильно дороже. Я просто вспениваю его на руках и умываю лицо. Следующим шагом, конечно, у меня, скорее всего, останутся круги вокруг глаз. Я беру обычное масло. У меня это Бюбхен детское масло, так как у меня маленький ребенок. Или же можно взять оливковое масло. По-моему, даже просто подсолнечное масло поможет снять макияж. Кокосовое масло. Любое масло, которое вы предпочитаете в уходе за кожей, если есть такое. Или, может быть, мицеллярная вода. Любое средство, которое может удалить макияж. Следующим шагом я беру какое-то просто волшебное средство от Гош, которое я купила совершенно случайно. Очень дешево была какая-то акция. Я просто решила его попробовать. Тем более, что косметика Гош мне практически всегда нравится. И это средство меня поразило тем, что когда вы наносите его на кожу, после чего вы смываете, вы не увидите результата особого. И вам не покажете, что он сделал что-то особенное. Но, как я поняла, это средство просто добивает макияж, который остается на лице даже после какой-то мицеллярной водички. Уничтожает все остатки загрязнений, которые только на вашей коже могли бы быть. Следующим шагом я беру тоник. У меня тоник от Натуры Сиберика. Он очень дешевый, очень простой. Содержит в себе салициловую кислоту, которая очень важна для отшелушивания омертвевших клеток. И, в принципе, я довольна этим тоником. Приятный запах. Большая упаковка, большая бутылка. Мне очень нравится. Тоник нужно использовать обязательно. Если вы думаете, что тоник или лосьон – это какая-то фигня, то вы ошибаетесь. Ваше умывание, очищение кожи не должно заканчиваться ни в коем случае водопроводной водой. Тоник или лосьон, он поможет следующему шагу быть намного более действенным. Он поможет крему лучше впитаться в кожу, поможет коже принять этот крем на себя и подействовать. Крему поможет тоже. Так что тоник – это недорого, это просто, и это очень важно. И следующий шаг, конечно же, увлажнение. Увлажнение, 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 увлажнение. Сто тысяч миллионов увлажнений, я готова сейчас сказать, потому что увлажнение – это ключ к тому, чтобы кожа была, сохраняла свою молодость. Мне 21 год, почти 22. В моем возрасте говорить о каких-то омолаживающих средствах или о сохранении молодости и морщинки и туда-сюда. Вообще глупо. В моем возрасте важно именно сохранять молодость, давать коже то, что ей сейчас надо. Это увлажнение. Тем более, я живу в Москве. Хоть мы сейчас и переехали в пригород, все равно я живу в Москве. Здесь воздух просто… Поэтому увлажнять кожу надо просто 3-5 раза в день, наверное. Не знаю. Я не знаю, почему моя кожа не воспринимает на себя кремы типа Гарнье, Лореаль, что там у нас есть еще… Даже люминея, то есть такие крема, которые очень широко распространены во всех магазинах и торговых центрах, везде. А моя кожа вообще на них не реагирует или даже вообще реагирует какими-то высыпаниями, таким типа… Пфф-пфф, пфф, пить от меня это. Нет. Моя кожа реагирует хорошо на что-то более такое редкое и не обязательно дорогое. Я пробовала и дорогою, косметику уходовую, более люксовую и также пробовала дешевую. В принципе, здесь ценник не всегда говорит о качестве продукта. В моем случае это крем ЛВ, я не знаю, как правильно произносится, к сожалению, название этого бренда, но это ЛВ. У меня есть крем для лица дневной, также я сейчас жду ночной крем для лица такой же. Он не имеет никакого запаха, не имеет никакой липкости, какого-то раздражающего эффекта. Он делает на коже просто то, что должен делать базовый увлажняющий крем даже с SPF в данном случае 15. Я в полном восторге стоил он рублей 300-400, классный суперский крем. И также до того, как я купила его, я использовала крем от Винус. Винус – это итальянская косметика, которую можно купить в Литуале. Питательный увлажняющий крем, который прямо из самых… Вы почувствуете, что ваша кожа напитана и увлажнена до самых-самых глубоких досягаемых слоев. И еще мне нравится косметика Olay. Olay Essential серия такая, прямо она самая-самая легонькая, самая простая у них серия. И даже самая дешевая, если это подействует как-то на ваше мнение об этой косметики. Вот. Так что Olay, Винус и LV дешево, но очень круто. И также каждый день перед нанесением макияжа и после нанесения макияжа я использую такую штучку. Я ее купила в магазине «Элизе», тоже в Москве есть. Я прошу прощения, что я говорю очень много о магазинах, которые есть в Москве, но я знаю, что меня очень многие смотрят из Москвы, и, естественно, я сразу говорю, где это можно купить. И, в принципе, я упоминаю только те продукты, которые реально можно легко купить и легко найти. Эвенал Падей. Я не знаю даже, что это за бренд такой. и, наверное, это делают в России. Да, это Эвеналь Франц, Россия, город Равенское. Но это витаминная сыворотка, спрей для кожи лица. Что она делает? Она прям дает такой мокренький эффект, очень приятно пахнет. Она увлажняет кожу, она делает ее такой, знаете, влажной кожей. Сейчас это очень актуально. Вот если вы думаете о том, что до сих пор там матовые пудры и матовая кожа, это круто? Нет, это уже не круто. Сейчас надо ходить более блестящими. Так что вообще это очень просто такая приятная процедура. Я даже дочки иногда так брызгала на лицо, мне очень нравится. Но самый такой ключевой момент, наверное, в моем уходе, даже не ключевой, я думаю, что это один из ключей в моем уходе. Это маски. Причем маски такие, которые тканевые, и это корейские маски. Только корейские. Никаких других масок я больше никогда покрывать не буду. Действительно, корейская косметика делает что-то невероятное с кожей. Я не знаю почему, я не знаю, что они туда засовывают в эти маски, какие там такие ингредиенты. Но кожа действительно меняется и преображается в лучшую сторону. Я перепробовала практически все маски, которые продает в магазине «Подружка». Там, как я уже сказала, там большой выбор корейской косметики. И там можно купить что-то со скидками, что-то там три по цене двух. Если вы никогда не пробовали, если вы боялись, я, например, боялась очень долгое время, я клянусь вам, что корейская косметика – это просто must-have. И если вы пробовали корейскую косметику, пожалуйста, напишите мне в комментариях, что вы о ней думаете. Если вы не пробовали, напишите, почему вы этого не делали. И я надеюсь, что все-таки вы исправитесь. А у меня есть абсолютный фаворит – Coco Battle. Это просто невероятная маска. От нее кожа несколько дней после, как будто, знаете, такая, как будто бы ее чем-то накачали, таким прям очень мокреньким, таким очень классным, что делает ее какой-то светящийся, такой полупрозрачный, знаете, очень красиво. И после такой маски, я ее делаю обычно вечером на ночь, я просыпаюсь утром, а у меня лицо, как будто бы его просто подтянули, хотя, в принципе, у меня нет вот таких вот больших брылов, но реально кожа выглядит очень хорошо. Что касается вот конкретно очищения кожи, недавно я пробовала тайскую маску, я даже снимала видео о том, как я использую ее, но, к сожалению, большую часть видео у меня не записывался звук. И поэтому я решила его вовсе не выкладывать, я просто… Я просто… это была боль, реальная боль. Запах был отвратительный, сама по себе, сам себе продукт стоил меньше 100 рублей. Но это что-то очень такое странное, но факт в том, что это убирает из носа все, оставляет на ней только кожу, слава Вову. Потому что, когда я это снимала со своего лица, я думала, что у меня не останется ничего. И еще один очень важный момент, о котором я чуть не забыла сказать – коровье молоко. Вот коровье молоко, не пастеризованное, а такое обычное коровье молоко, которое хранится там, не знаю, 5-10 дней, у меня от него сразу начинаются высыпания, у меня забиваются поры. Я в жизни об этом не думала, но как только я где-то прочла случайно о том, что оказывается коровье молоко влияет на качество кожи, я решила попробовать, а что будет, если я его не буду пить, потому что я, в принципе, люблю молоко. Вы не представляете, у меня реально стало меньше высыпаний, причем гормональных. Я не знаю, как так, но вот такой фокус, оказывается, случился с моей кожей, и коровье молоко, оказывается, коровье, именно вот жир такой, молочный жир, он вызывает в моей коже какую-то бурю, и она просто покрывается буграми. Я, конечно же, никогда не забываю о том, что наносить любое средство надо по массажным линиям, обязательно по массажным линиям, просто для того, чтобы через 20-30 лет сказать себе «Спасибо, ты такая молодец, что ты думала о том, что тебя ждет в будущем», чтобы потом не бегать, не делать уколчики всякие, какие-то инъекции, чтобы потом просто быть красивой, естественной, и смотря в зеркало утром, вечером быть довольной собой. Это ведь очень важно, правда? Я жду от вас комментариев про корейскую косметику обязательно, или пишите мне какие-то полезные вещи, типа как о коровьем молоке я вам сказала, которые были для вас огромным открытием, которые изменили в вашу кожу. Все. Спасибо большое за просмотр, желаю вам красивой кожи, до скорой встречи!